А я люблю светло, я люблю свет. Дома, где я живу, все должно быть напротив солнца, очень не дает силу. Я не люблю темноту. Это мой характер. Привет, друзья! С вами Иннер Эмигрант. И, наконец-то, я могу показать вам каму. Сейчас полпятого утра. Мы стоим на набережной реки Камы, рядом с главной достопримечательностью Перми, Пермской художественной галереей. Она расположена в здании кафедрального собора. Светская встречается с духовным. Там расположены картины. Там же обитает уральское чудо света, пермские боги. Мы здесь сейчас находимся и, собственно, хотим вас отвезти в главную достопримечательность Перми. Потому что сейчас здесь состоялся концерт, ночной концерт. Он начался в 3.30 ночи. Хора Мюзика Этерна Бизантина. Под хормейстер этого хора Антонио Скут Рупес. Это давний друг Теодора Курензиса. Теодор Курензис создал этот хор в 2018 году. Хор посвящен полностью исполнениям и исследованиям в области византийских песнопений. Это древняя музыка. Это традиционная музыка. Это особая система ладов. И сейчас, когда немножко спадет аффект от этого концерта, Антонио Скут Рупес выйдет к нам. Мы вместе поговорим немного о его взгляде на современный мир. Потому что он представитель все-таки традиционного коллектива, завязанного на древних традициях. Как это все уживается в нем с его взглядами на современность. Мы пройдемся немного по музею. Взгляды на то, что надо делать с этим зданием в Перми, разделяются полярно. Занять чью-то сторону бывает довольно сложно. Кто-то считает, что нужно вернуть здание РПЦ. Кто-то считает, что такое сочетание светского и духовного неслучайно многие называют музеи новыми храмами, которые могут дать человеку общение, если не с Богом, то с чем-то в глубине себя. В общем, если вы будете в Перми, у вас не получится не посетить эту галерею и не увидеть пермских богов. Потому что это то, что вам порекомендует любой путеводитель. И после путешествия на электричке с Лениным Десятником, мы как раз хотели показать вам рассвет на реке Кама. Мы обязательно с одним из других наших героев сходим поближе, прогуляемся по набережной. И, соответственно, познакомить вас с пермскими богами. Сейчас мы ждем Антониуса Кутруписа, с которым поговорим о византийском песнопении, о византийской традиции, о отличии русской православной музыки от византийской. Очень я люблю вот это ощущение после концерта, чуть-чуть расслабиться и посмотреть эту природу. Которые в Европе и даже на Кипре этого ощущения не можем почувствовать. Нам нужно было приехать в Перми, чтобы познать, где были прекрасные ночи, эту прекрасную природу. Вы помните свои первые впечатления, когда приехали в Перми? Наши первые впечатления были очень положительные, очень прекрасные, очень красивые впечатления. То есть, я помню, что люди очень спокойные, очень вежливые. Это ощущается и в разговорах, и даже в тишине. Для нас Перми считается, как второй дом. Потому что тут родилась византийская Этерна, музыка Этерна Византина. И для нас это был первый концерт, наше первое испытание, можно сказать. И тут родились самые первые, самые глубокие впечатления после концерта, после галереи. И очень связанные с Перми, конечно. Хор Мюзика Этерна Византина был создан в 2018 году Теодором Курензисом. Я хочу, чтобы вы немножко рассказали, как это происходило. С Теодором, вот эта идея создавать византийский хор, родилась гораздо раньше. Она родилась во время учебы в консерватории. Она родилась в наших разговорах, в наших головах, в наших представлениях, в наших мечтах. И вот после многих лет глубокого исследования, Теодор мне позвонил и сказал, «Антонио, нам пора вот это создавать, потому что вот эта идея уже скоро рожается». И вот так с Теодором создали вот этот хор. Это его хор, он наш худрук. И я очень рад, что этот хор уже живёт почти сейчас два года. То есть активно живёт и активно работает. И у нас, могу сказать, большие успехи и в Европе, и в России уже. Византийские песнопения, можно ли им научиться, как им учиться? В каком возрасте надо начинать? Потому что я прочитал, что это очень закрытое обучение, в том числе, что надо в очень раннем возрасте к этому приступать. Я считаю, что византийская музыка является самой сложной вокальной музыкой. Потому что она без никакого сопрождения, никакой инструментальной помощи. Чтобы петь вот эти все лады правильно, чтобы делать эти все милизмы, им нужны много лет учёбы, мучения. И вот ребята после диплома, после их диплома и до, они занимались много-много лет, чтобы петь совершенным и петь в совершенстве. Кроме того, вот этот путь совершенства не заканчивается. Всё время есть... Не можем достать рамки совершенства. Не можем сказать, что мы нашли совершенство. Мы всё время вкалываем, всё время мучаемся, работаем. И становимся больше и больше ближе к идеалю. Вам важно, чтобы публика во время концерта входила в какое-то особое трансовое состояние, чтобы люди выходили с концерта с другими людьми, чем они входили туда? Конечно, византийская музыка имеет свою цель, иметь свою роль, как и любая музыка, как и любое искусство. Нам... Наша цель — это чтобы люди приблизились к небу, к Богу. Вот почему родилась византийская музыка, вот почему она живёт, чтобы помочь людям молиться. вот эта цель этой музыки. Кто-то становится больше близким к Богу, кто-то старается... Даже и мы стараемся, мы молимся во время концерта, во время пения. Мы, мы тоже люди, мы тоже... Нам... Наша душа требует молиться, как и слушателям, и публике. В учебниках по музыковедению, в светских учебниках по музыковедению, как правило, обращают внимание, что церковные песнопения, это в первую очередь песнопения, которые должны не давать людям никакой страсти, не должны никак отвлекать от, собственно, их диалога с Богом. Так ли это в византийской музыке? В византийской музыке самое главное — это слово. То есть нам... Мы должны передать глубокое мысло слово, не музыку. Потому что первое в церкви, первое, что людям нужно — это понять слова. Потому что эти слова им помочь молиться. А музыка освобождает и показывает слово. А в европейской музыке наоборот. Сначала это музыка, мелодия, гармония, а слово это не очень важное. Вот специфика, одна из спецификов византийской музыки. Сначала надо передать мысль и четкость слова. Российская музыкальная культура, церковная культура очень много в свое время заимствовала из византийской культуры. Вы давно работаете и живете в России. Как вам кажется, есть ли что-то, чего нет в русской церковной музыке, что есть в византийской? Не можем отличать все великие музыкальные культуры. В русской церковной музыке есть величие, есть торжество, творчество. То есть я имею ввиду, что не можем сравнить, к сожалению, две музыки. То есть вот русская музыка, церковная музыка, служит свою цель. И византийская музыка служит свою цель. Конечно, все начиналось с Византии. И в России была византийская музыка до Петра Первого. Конечно, то, что у нас есть разница, наша разница в том, что в русской церковной музыке можно осуществить эстетическое наслаждение. Можно почувствовать красоту мелодии, красоту музыки и красоту полифонической гармонии. Византийская музыка более скромная, более эстетическая, более аскетическая музыка, более скромная и более глубокая. Но обе музыки, я считаю, что служат свою цель. Не можем сравнить просто так, а это плохо, а это хорошо. Я считаю, что русская церковная музыка великая и очень богатая. Мы можем пойти уже в сторону галереи. Давай. Я как раз думал о том, что это большое чудо существования в современности такого коллектива, как музыка Этерна Бизантина. Потому что мир становится агрессивнее, шумов становится все больше, звуки становятся все динамичнее. Собственно, что вы думаете про... Откуда такой интерес к древним текстам, распевам? Ребята, которые поют в хоре, я могу сказать, кроме того, что они хорошие музыканты, они хорошие люди. Это редко для коллектива в нашей эпохе. Особенно в музыке. Всегда есть интриги, есть эгоизм, есть гордость, есть требования. Что я хочу сказать, что люди, вот эти ребята, они с детства сами пошли учиться. Без никакого... Им никто не составлял учиться этой музыке. Я считаю, что человек по-прежнему во всех эпохах ищет тишину, ищет мира, ищет красоту, ищет... Инаходит... Инаходит... Все... Кράски, которые... И все звуки, которые ему помогут... Найти и СИПИА, Найти жизнь, Найти и Бога. Во всех эпохах есть плюсы и минусы. Во всех эпохах были отклонения от пути человека. Но человек всегда оставался таким же одним со всеми требованиями. Да, наша эпоха шумная, наши ритмы нечеловеческие, наши требования нехорошие в нашей эпохе. Мы можем найти много-много плохих ингредиентов в этой эпохе. Но видите, что человеку нужны люди, как театр, как революционеры, которые будят публику, будят человека. И говорят ему, знаете, вот эти все денежные и материальные цели, которые нам говорят, что мы должны достичь, они очень временные. Без никакого будущего. Видите, как люди... Все люди сейчас имеют машины, имеют телефоны, имеют все технологические устройства. Но спросите кого-нибудь, кто счастлив? Кто радуется от солнца, от погоды, от цветов, от картин, от музык? Кто счастлив? Вот спросим человека 100, 200, 300, 400 лет. Они были счастливы? Они не имели ничего. Они не имели даже дома. Они были счастливы. Почему? Это вопрос. Проходите, я за вами, я буду. Сейчас мы с вами посмотрим. антонис какой какое направление живописи вам наиболее интересно это традиционная живопись этой конопись или это авангард я люблю средневековье я люблю эпоху возрождения я люблю индо эпохи возрождения я очень люблю итальянцев и русских больше всего конечно уважаю нашего греческого доминико са теотокопулюса то есть эль греко но очень люблю искусства которые и и технику русских и итальянцев я сейчас когда до концерта мы чуть-чуть с хором говорили о картинах что у людей раньше не было телевизора были только картины да и каждый раз когда кто-то смотрит на картины сегодня вот это лицо говорит не одно а завтра мне говорит другое то есть это я могу сказать как как и наши телевизоры сейчас но и видим и и талант художника и талант артиста который кисточки дает столько информации если кто-то посетит много часов увидеть очень много деталей которые сейчас не мимо жизни смотрим к сожалению а и и картины что еще дают мне хотя бы не дают что время останавливается и это очень хорошо ритм не существует время не существует существует только диалог между мною и картиной ну посмотри например вот сейчас вот это портрет просто случайно сейчас я вижу если подойти человек либо иронизирует меня либо кто-то хочет мне сказать или что-то мне советует я хочу сейчас объяснить что мне говорит но могу сказать что меня чуть-чуть обижает сейчас то есть можете о мне делать уроки что понимаешь я тебе скажу что как надо себя вести знаю как учителя может быть но увидите что человек богатый очень красивый отец и лицо такой и лоб смотри какой чистый лоб мы говорим по-корейски если кто-то честный у него чистый лоб то есть мое лицо чистое то есть я ничего плохого не сделал моя моя совесть чиста начал переживать для своего лоб но правду мы не знаем о нем но просто возникает много вопросов которые можем с удовольствием сидеть много часов и с ним делать диалог сенатор да то есть он хорошо ну а сейчас вот это веришь веришь шагин да свидание когда я вижу детей потому что у меня больше сердца болит потому что у меня большая семья слава богу и я по-другому смотрю на жизнь после семьи и оттого что у меня есть много ангелов дома я вижу жизнь очень я ценю сейчас жизнь больше чем раньше я ценю их чувства и ценю вот ценю эти лица я ценю потому что через них я смотрю на моих моих я смотрю и любовь маме жене очень красивый взгляд у нее это взгляд верности я думаю и вечно любви до смерти вам вообще больше нравится когда на картинах озору изображены люди или природа натюрморт я больше люблю людей я люблю людей я люблю их выражение лица например например тамаковский на гембрий слухи на гембрий слухи точно он рукает хозяин ма собственно люди которые не были в перми могут не знать на пермской художественной галерея расположена в здании кафедрального собора сейчас это вызывает как большое обаяние этому месту придает так вызывает какие-то споры в людей которые считают что надо вернуть это здание рпц собственно как на вас работает это сочетание духовного светского но трудно сказать что нужно сделать но если это церковь была построена для цели служит бога а после каких-то революции она перестала сейчас она служит искусству я думаю что надо вернуть здание церковь это мое мнение потому что здание был освещен и внутри фундамента есть мощи святых и святая вода благословение чтобы служить бога я думаю что надо вернуть какое впечатление на вас произвели пермские боги и 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 Посмотреть на эти боки, к сожалению, разматривать хорошо. Конечно, это не... Нет, к сожалению, я не такой специалист, чтобы оценить вот это, что я вижу сейчас. Есть здесь, в этом этаже, на этом же больше произвело впечатление в этой иконостасе. Больше всего. Вот этот масштаб, вот это... Чувствуется, что это... Это ворота к небу. Вот смотрите, какое искусство, какие детали, какие... Вот кто-то сделал, не знаю... Клинусь... То есть... Просто поклоняю мою голову к нему. Просто... А сейчас покупаем шкаф, который из трех досок и говорим, что это искусство. А, это... Можно сказать... К сожалению, упал, упал наш уровень искусства. Упал наш уровень эстетики. Ради практики. Может быть, это непрактично в какой-то момент, но это было... Красивое. И красивое живет всегда. А практические вещи, они чуть-чуть живут. Они не живут вечно, а это живет вечно. Вот большая разница. Собственно, у вас программа концертов звучит тут, в Пермской галерее. Программа концертов звучит в Доме радио. Здесь это светлое пространство, которое наполняется восходящим солнцем. А в Доме радио, наоборот, это темное пространство, почти полная темнота. А есть ли какая-то для вас разница в этих двух? В этом году, то есть, когда у нас был концерт в Доме радио в апреле, специально театр хотел, чтобы им было темно, потому что мы пели только пасхальные гимны, то есть «Страстные недели». То есть, вот это самая тяжелая неделя, самая... Это великая неделя «Страсти Христа». И я думаю, что если бы был какой-то свет или какое-то светлое ощущение, я думаю, что не могли бы передать весь мысль мучения Христа. А сейчас, сегодня, на самом деле, Вознесение. И мы пели гимны, которые не имеют связи с Вознесением Христа, и не даже с Пасхальной, ничего. Просто мы пели гимны, которые более ангельские, ангельским текстом, как «Терри Рэм», «Херувимская» песня и так далее. И мы закончили наш репертуар с Рассветом, с текстом «Мария, Господь с тобой». Вот радостная информация Архангела, что «Мария, ты беременна Христосом». И вот эта радость с Рассветом, Солнцем, мы закончили наш концерт. Вот так, вот так. Вы говорите, что византийская музыка, честно связана со словом, мне вдруг стало интересно, вы не анонсируете программу до концертов, держите в секрете, и только на выходе людям раздаете информацию о том, что они говорят. Я думаю, что это решение театра, чтобы не было шума во время меня концерта. Парли стат пумагу, чтобы не было шумно. Но, несмотря на то, что мы говорим «Поемна трэрр нам в Креческом», люди могут почувствовать глубину музыки и почувствовать о чем речь, плюс-минус. Я думаю, что... человек способен почувствовать, даже не зная текста, понять, что происходит. Представляете, что мы можем понять человека молча, что у него что-то происходит, что-то не то. И перед тем, как он нам говорит, мы понимаем, что... что случилось или что-то произошло, да. И тем более в музыке мы должны быть не научными, то есть... мы должны быть открытыми, чувствовать и брать всю красоту и всю глубину музыки, которая, может быть, есть. да, вот так театр ходит, чтобы им давали программу в конце. Я помню, был концерт... очень знаковое событие. У вас был концерт в Исаакиевском соборе, ночью вместе с Мирикой Этерно. Какое впечатление на вас произвело это пространство? Там тоже есть проблемы с тем, что это музей, который пытаются ладить церкви. Для нас петь в церкви – это очень родное. Очень родное чувство. Потому что все люди, которые в хоре, поют в церкви. То есть для нас петь в храме, в любом храме – это как наше родное место, как наш дом. Если мы будем петь, например, какую-то открытую площадку, я считаю, что будет очень трудно. нам даже театр старается, чтобы превратить любое пространство на ощущение, что это храм, на ощущение, что это дом Господа. И нам легче поется. И мы чувствуем, что это действительно помогает. Это естественно и натурально. Помимо исполнительской практики, проводите ли вы коллективом какую-то исследовательскую работу в доме радио по восстановлению и реконструкции каких-то песнопений? Прошу прощения, вопрос глупый. Нет, это не глупый. Я сам делал много исследования для самого себя. Не для хора, не для… Просто я люблю углубляться. В глубине можно найти много правды, много информации. А вы знаете, сейчас в интернете есть такое слово «серфинг». Да. А «серфинг» – это просто быть на войне, на поверхности. Вот-вот-вот. Вот именно на поверхности. Вот и есть интернет. Серфинг поверхности. Это уже влияет на человека. Я чуть-чуть, я хочу посмотреть на интернет и всё. А раньше люди брали книги и словари, прочитали, углублялись, сравнивали всю информацию. Я люблю углубляться. Я с хором только работаю, с сервертуаром, с коллективом работаю над вокальным развитием хора, над хорошим и правильным звуком и плюс-плюс ещё много, которые… Я считаю, что я не должен говорить, это мои секреты. Хорошо. А скажите, пожалуйста, планируются ли какие-то записи исполнения? Или, наоборот, запись в данном жанре просто невозможна? Планировалась большая запись прошлой осенью, но из-за ковида принеслось в этом году. Планируется большая запись только для музыки «Этерна Византина» с компанией «Альфа Рекорд», которая связана с Sony, Sony Classic. очень им было интересно и очень хотят нас записать. И я думаю, что если даст Бог, в октябре, в ноябре будет запись. Но византийская музыка – это всегда серьёзная музыка, я правильно понимаю? Что имеете в виду серьёзная? Там нет места никакого юмора, никакого… Это всегда строгая? Ну, могу сказать, да, строгая, да, но в нём есть много разных чувств. Конечно, она строгая, да, она узкая, мужественная, она, могу сказать, официальная. Очень много есть эпитет, которые мы можем назвать. Но есть и моменты, которые мы должны передать стиль лада, стиль глаза. То есть, например, Пьер Виланд, «Протосихос», он дориски, дориски. Он официальный творч, могу сказать, военный, и в нём чувствуется димбани. Например, «На-ди-на-ми-ш». Вот эта страсть, вот эта строгость. А в четвёртом ладу он очень танцевальный. В четвёртом ладу есть свой текст, который подходит. Мы должны передать вот это чувство, потому что у нас есть восемь ладов. Разнообразие, разные краски. Мы должны всё передать. Музыка всё равно она строгая, но в зависимости от слова, от текста, меняется ощущение. То есть, если поём «Слава славе», «Бойкс асси то диксанди то фос, Бойкс аэн нипси эстис Тео». А более радостно, мы поём для Бога, для Его славе, да. А, например, если поём «Бойкс» что-то очень траурное, то другой подход. Музыка Понимаете, есть разные краски. Какие у вас любимые места в Перми? Куда вы когда приезжаете, вам приятно возвращаться? Есть ли такие места? Я люблю театральную площадь. Я сейчас, в прошлый раз, к сожалению, не было у нас много времени, чтобы ходить. Сейчас, сегодня я был в Дом культуры Салтатово. Это очень, очень понравилось. Я очень люблю реку тут ходить по набережной. Вы любите как раз вот эту набережную, которая сделана? Да, 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 да. И я надеюсь, что у театра будет время, и посмотрим, как... Зовут Шпагина? Нет, это Демитково. А, Демитково, конечно, да. Я очень хочу посмотреть. А в Петербурге ваши любимые места у вас появились какие-то, да? Да, да. В Петербурге я жил шесть лет, почти шесть лет. Я очень любил летний сад. Я любил, конечно, место, где меня сформировало. Это консерватория, театральная площадь, площадь искусств. Но мое любимое место, кроме Казанского забора и... Храм Святого Николая был русский музей. Я очень люблю русский музей. И всех, которые приезжали ко мне в гости, тащили всегда русский музей, много-много раз. Я очень люблю, больше, чем Эрмитаж, извините, но больше я люблю русский музей. А как вы смотрите на концепцию, которую сейчас тоже часто повторяют, что в современном мире музеи для многих людей становятся храмами, заменяют функцию храмов, люди приходят туда для диалога с каким-то сильным переживанием? Что же сделать? Мы жадны, к сожалению. Видите, что люди живут в многоэтажных домах, и не знают, кто их сосед. Никого не может попросить даже чашку кофе, либо ложку сахара. Мы все боимся. И все думают, что нас убьют, и все нас... И люди ищут с кем общаться. И общаются с мертвыми картинками. Они не мертвые. Но что же сделать? Никто не общается ни с кем. Все боятся. Даже когда мы разговариваем, мы пишем смс на телефоне. Да, это правда? Да, правильно. То есть, потерялось вот это человеческое общение. Потерялось, это плохо. Я не знаю. Это... Я думаю, что через 23 лет будут большие стадии по поводу, как мы живем сейчас. Я считаю, что мы должны перестать иметь телефоны, и мы должны общаться. Это наше... Общение с людьми, это находится в наших нуждах. Это... Мы создали, чтобы общаться. Мы живем в обществе. Мы не аскетти. И поэтому много проблем, много психологических проблем, психиатрических, социальных проблем. Дети болеют, всем болеют. Мы чувствуем, что есть люди рядом. И поэтому люди идут, и правильно идут, посмотреть искусство, посмотреть, как люди раньше жили, что имели в их стенах. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо большое. Субтитры подогнал «Симон»